Как достигнуть единения города и окружающей среды в Томском государственном архитектурно-строительном университете? На эту тему прочитал лекцию первый вице-президент Российской академии архитектурных и строительных наук Вячеслав Ильичев. Его внимательно слушали наш корреспондент. Биосферно-совместимые города. Таким термином сегодня пользуются ученые для обозначения глобальной проблемой, связанной с отходами человечества. Конфликт природы и цивилизации существовал всегда, но в наше время, по словам ученых, он приближается к масштабам катастрофы. Сейчас, как известно, нужно очень грубо от 1,2 до 1,5 земных шаров, для того, чтобы нейтрализовать все отходы, которые доставляет на Землю человечество. Настало время менять потребительское отношение к планете. Ученые ДГАСу задумались об этом давно. Об этом говорит и целый ряд разработок, созданных в ВУЗе. Например, стеновой материал из торфа, сверхлегкий кирпич из техногенных отходов золы и целый ряд решений по энергосбережению. Главное условие каждой из разработок – инновационность и экологическая пригодность. Инновационными мы считаем те технологии, которые увеличивают жизненный потенциал биосферы. И в этом отношении существует очень много достижений. И здесь, в этом университете, где мы сейчас находимся с вами, и в мире, опубликовано много книг. И мировые книги на эту тему говорят о том, что именно в строительстве наибольший ресурс в этом отношении. Поэтому я думаю, что университет выйдет на первые позиции и в области, и в стране, потому что для этого есть объективный шанс. Свою задачу учёные видят в том, чтобы увязать все наработки, которые есть в Академии архитектурных и строительных наук, с тем, что создаётся в регионах. Подготовить научную базу для улучшения обстановки, как в городах, так и в стране в целом. И в конечном итоге достигнуть естественного и комфортного баланса между человеком и природой. Продолжение следует...